Дорогие зрители, новые видео теперь можно посмотреть на площадке ВКонтакте. Для этого необходимо у себя на странице перейти на вкладку «Сообщество». Далее вам необходимо по поиску найти название нашего канала «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». После того, как вы на него перейдёте, вы увидите следующее. Краткая информация о том, как теперь будет происходить выкладка видео и где можно будет его посмотреть, то есть во вкладке «ВК-донат». Для того, чтобы стать подписчиком, необходимо нажать на кнопку «Поддержать» и вы получите предложение подписаться. Выберите вариант оплаты. Мы по-прежнему не рекомендуем подписываться на год. Итак, друзья, вступайте в наше сообщество «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». Подписывайтесь в донаты и, мы надеемся, нам удастся выходить в прежнем формате. До новых встреч, удачи вам, смотрите нас! Довольно пасмурный осенний день. Решил не упускать такой возможности. Хотел берёзки пописать. Ну и попробуем такую на струнах осени. То есть вертикальный такой ритм. Посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» И желательно отсюда-досюда тоже, чтобы было не одинаково. Субтитры подогнал «Симон» Попробуем такой вот дальний план за счёт цвета его туда. Хотя он очень активный, даже в натуре там. Такой тёмный. Не знаю, получится или потом на фоне его нарисовать стволы. Посмотрим. И зелень на дальнем плане. Не, макушки зелёные, от неё-то она всё равно уходит каким-то таким сложным цветом, холодным. Может быть, тёплым, не знаю. Вот что-то мне тут так-то так мерещится. Попробуем уложить туда поляну. А только цвет какой-то брать такой, чтобы потом жёлтый здесь заработал. Можно сейчас взять, наверное, новую кисточку и положить туда жёлтый мазок. Сейчас попробую. Жёлтый работает на этом фоне. Ну, этого нам и надо. Мы его туда положим, так что вот. Чтоб не забывать о нём, что он здесь есть. А он нам тут, чтобы не пережать в том вот дальнем плане. Сохраню вот эту кисточку. Оставлю её пока жёлтой. Ну, продолжим с поляной. Пока просто можно. Пока можно. По-тону, он темнеет. Как-то он определится, щурится. И сразу видно. Как мне спрашивают иногда. Художник, ты чё щуришься? Ты плохо видишь? Надень очки. Я им говорю, что я же щуришься не для того, чтобы лучше видеть, а для того, чтобы хуже видеть. Сразу пишешь, какой-то такой вот присутствует. Красный. И сразу метафора, какая-то рождается. Пламенный, да? Пламенный. Ну, раз пламенный, то, может быть, на этом можно построить образ. Ну, как? Без образа никак. Так. Тут тоже надо посадить жёлтый, видимо. Где наша волшебная жёлтая кисточка? Где она у нас? Тут где-то. Сейчас жёлтый садишь, сразу понимаешь, что вокруг не хватает фиолетовых. Хорошо так вот кисточку поднёс и так вот, как будто нарисал. В телефоне, по крайней мере, это выглядит замечательно. Захотелось центр композиции. Тут уже будут тёмные столики, поэтому тут можно заложить туда свет. Вот так вот. Я работаю издалека вот оттуда. Потом сюда буду вытаскивать это всё. Вот они, эти весюльки берёзовые. Здесь они тоже всё есть. Такая ритмика. Несколько диагональные, это как ветер. Ещё пока даже без стволов, но... Валерийский город. Тут такие диковинные цвета могут быть. Можно их коричневыми приставить, а можно и какими-то фиолетовыми, сиреневыми. Наверно. Ну вот. Холст, можно сказать, забит краской. Теперь надо разобраться с этими стволами. Какого цвета стволы и какого тона это надо разбирать. Мне кажется, какими-то красноватыми, розоватыми. На фоне желтого они фиолетовые, потом на фоне неба они становятся темными. В общем, тут не так все просто, как хотелось бы. У них еще есть пластика такая. Книзу они становятся как-то холоднее, зеленее. Раз, сапожок. Сапожок. Еще один пойдет. Ну вот, на фоне воды темные, но теплые. На фоне берега светлые. Такая вот история. Вот, будем сейчас скопаться. Решил тут половить кайф вот этими выходами. Графикой такой позаниматься. Где-то плашмя кистью, где-то кончиком. Надо запутать, запутать. На фоне воды и листья темные. Плашмя кистью, где-то плашмя кистью, где-то плашмя кистью. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пытаюсь сделать вот это вот движение листьев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и пора, видимо, закрепляться. Холодно уже стало. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок